Всем привет, это снова Айсай, и сегодня у меня наконец-то финальный обзор на палетку от Patna Grass Divine Rose 2. Я так долго не снимала финальный обзор, потому что мне кажется, это огромная ответственность рекомендовать или не рекомендовать что-то по такой огромной цене, но это почти 10 тысяч рублей. В общем, я старалась делать макияж и ее каждый день, использовать все оттенки в этой палетке, и наконец-то у меня сложилось какое-то финальное мнение по ней. Я до последнего не могла понять, рекомендую я ее вам или нет. Давайте я вам сразу скажу, что сегодняшний макияж у меня сделан этой палеткой. И после того, как вы посмотрели на мой макияж, я хочу вам рассказать о первом негативном моменте, который возник у меня с этой палеткой, то, что здесь не все оттенки, далеко не все оттенки носибельные. Давайте я вот засфотчу все оттенки, которые считаю неносибельными на левой руке, и на правой руке, которые более-менее неносибельные. Ну и вот, получается, 5 оттенков из этой палетки, мне кажется, вообще прям далеко не на каждый день. И вот 5 оттенков, которые условно на каждый день. В общем, не знаю, согласны вы или нет, но вот эту пятерку, да, на этой руке просто тяжело в поседневном макияже представить, а вот эту пятерку тоже можно представить в поседневном макияже, но это такое тоже, как бы, не совсем нюд. Ну вот в остальных мазавших, которые у меня есть от Pat Nagra, здесь матовые оттенки, они вот коричнево-черные, да, такие вот более носибельные, самая носибельная палетка, которая у меня есть от Pat, это вот Brown Seduction, потому что вот здесь, в принципе, мне кажется, можно такое нюдес сделать, а вот это вот прям не совсем нюд, мне кажется, такое прям нюд от Худы получается, все такое в розовинку уходит. Вот этот персиковый, да, который типа растушевочный должен был быть, он прям вообще темноватый, мне кажется, даже для меня он немного темноватый, и он тоже приходится растушевывать вот этим светлым оттенком. Вот этот бордовый тоже, как бы, ну не знаю, для затемнения используется, обычно люди же черные, да, используют или коричневый, я вот так спрашиваю, что обычные люди используют поседневный макияж, потому что я говорю, я крашусь вот так почти каждый день. Ну, судя по комментариям, которые у меня под каждым почти видео оставляют, да, куда такие макияжи носят, и вообще кто-то красится, видимо, не все, не во всех странах так красится. Ну, в общем, в Мельбурне никто никогда на меня так косо не смотрит, потому что бывает, я говорю, смотришь с любопытством, но вообще никакого негатива от людей, прохожих, и особенно от моих коллег я не замечала, но, опять же, вот такой макияж, мне кажется, в офис особо не поносишь. Кстати, у меня помада еще сегодня, это тоже безумная, от Pat McGrath в оттенке Pink Alternis. Очень хорошая помада, я прям рекомендую, прям невероятный какой-то пигмент, просто. Нанесение тоже очень легкое, благодаря этому супер острому кончику я сделаю обзор на нее в обзоре на все мои люксовые помады, которые грядет. Ну, вот такая безумная помада у меня тоже сегодня, я говорю, я в таком виде могу пойти в магазин, могу сходить на работу, и вообще всем моим коллегам плевать, как я там накрашена, но если у вас какой-то дресс-код в офисе, реально, я не знаю, даже вообще можно будет сделать какой-то прям нюдовый, тут нет ни одного такого прям нюдового оттенка, и здесь нет коричневого, здесь нет черного, я вообще просто, это палетка-праздник, ну, она и позиционировалась как палетка-праздник, но, опять же, тратим 10 тысяч рублей на такую палетку, и потом ее там три раза в год накраситься, и мне кажется, это какой-то баловство. Второй негативный момент, который лично субъективный для меня, это вот кроме этого триохрома, мне кажется, все остальные спешл шейдсы, они какие-то не очень спешл. Давайте я вам заскочу спешл шейдсы с третьей и с пятой рядом, чтобы мы могли оценить, насколько они спешл. Ну и вот, пожалуйста, у нас спешл шейдсы с пятой, из Bronze Seduction, спешл шейдсы из Subversive, из третьей Mothership, и спешл шейдсы из Divine Rose Dew. Мне кажется, вот эти два оттенка, это бронза и это желтое золото, они какие-то не такие уж и спешл, вот в сравнении с вот оттенками, которые реально прям спешл, они какие-то сами цвета оттенков, то, как они переливаются, прям вообще действительно все они спешл, и все такое неземное, а, ну, не знаю, желтое золото и бронзы, ну, такой и у Denone тоже есть, я сегодня посвочу еще рядом с Denone, с новой бронз. Ну, этот Триохром, он, конечно, просто из всего этого ряда, просто сразу привлекает внимание, я обожаю этот оттенок, и это одна из причин, почему я ломанулась покупать эту палетку в первые же минуты лонча, вот, к нему вообще никаких претензий нет, ну, и вот этот Astral Shade, я забыла, как он так называется, но он тоже, в принципе, в духе всех Astral Shade из других палеток, единственное, мне, конечно, из всех Astral Shade вот этот нравится из Bronze Seduction, вообще, мне кажется, Bronze Seduction именно по Special Shades самая удачная, вот, хотя самая любимая у меня Sadversive, не спрашивайте. Я понимаю, что это очень субъективное мнение, для кого-то эти Special Shades покажутся такими же неповторимыми и уникальными, как в других Mothership, но конкретно мне кажется, что вот эти два металлика, вот, они реально просто металлики, и, да, они очень интенсивные, да, у них крутая пигментация, они, там, как жидкий металл, но все равно, для меня, как-то, они не очень Special. Хотя здесь есть такой металлик, который просто какой-то неповторимый, я даже не знаю, как цвет его описать, он какой-то лавандово-пурпурный, в этом свете он не так смотрится, как в жизни, помимо того, что он делает веково шелковистым, я вставлю макияж, который я сделала почти чисто им, вот, он называется Elegantza, и он реально смотрится очень элегантно на глазах, вот, и вот эта розовая бронза, мне кажется, тоже довольно уникальный цвет, потому что я вот бронзу в таком розовом свете никогда не видела, и мне кажется, вот эти два металлика, они прям реально классных, и они более Special, мне кажется, чем вот эти два металлика, чем это желтое золото и бронза, вот, вот это желтое золото я вообще не возлюбила до того момента, когда я не использовала его рядом с этой фуксией, я просто потом, когда сводчила их, поняла, что они вместе смотрятся просто нереально красиво, и вот я в этом макияже их задействовала, давайте их еще раз засводчим. К плюсам палеток Pat McGrath можно добавить то, что они сочетаются друг с другом очень клево, и их можно вместе наслаивать, получаются какие-то другие цвета, вот видите, я сейчас на фуксию эту нанесла желтое золото, получился какое-то закатное солнце, получился прям реально какой-то третий цвет, и это очень красиво смотрится, плюс я недавно видела очень красивый закат, может, я даже вставлю видео куда-нибудь. Ну, в общем, я смотрю на свои веки, и реально это какое-то закатное небо в Мельбурне, и я не знаю, какой другой палеткой можно вот такой сделать на глазах, и чувствую себя какой-то, может, не райской птицей, может, на птицу я не тяну, но райской жабкой себя точно чувствуешь. Еще один негативный момент, который тоже субъективное мнение, здесь нет черного цвета, я раньше не понимала, зачем вообще черные палетки пихают в каждую палетку, потому что с первой по третьей в Мазершип, в каждой палетке есть черный цвет, и люди жаловались, типа, зачем, ну, они как бы коллекционируют каждую серию, да, понимаю, почему Пэт это делала, потому что если наслаивать special shades или какие-то металлики на черный, вот именно в этих палетках Мазершип получаются какие-то нереальные цвета, и вот все эти цвета становятся более насыщенными, хотя они уже, как бы, как куда более насыщенными быть, но на черном они вообще некоторые просто по-другому раскрываются, и это так красиво смотрится, а здесь черного нет. Ну, как бы, мне кажется, когда ты продаешь палетку, нужно рассчитывать, что это, типа, первая палетка, и она должна быть самодостаточной, не зависящая от других палеток серии, но мне кажется, именно с палетками Пэт люди в основном коллекционируют, потому что я понимаю, почему, потому что покупаешь одну и хочется купить все, вот, и в итоге получается, чтобы не было у людей постарящих цветов, вот мать Пэт не положила сюда черный, за что ей спасибо, но, опять же, это делают палетку не настолько самодостаточной, как-то, не знаю, Subversive, мою любимую свою, вспомню, как всегда. Ну, собственно, все, на этом у меня негативные моменты заканчиваются, я старалась придумать больше негативных моментов, потому что я реально не хотела рекомендовать эту палетку, потому что это такие безумные деньги, но, не знаю, я, наверное, все-таки рекомендую, к сожалению, я боюсь, что кто-то ее купит, а потом будет меня ненавидеть за то, что купила и не понравилось, и не оправдала ожиданий, потому что за 10 тысяч ожиданий вот здесь, короче, но, опять же, это просто палетка теней, и она не будет вам стирать белье, она вам не пропылесосит, это просто палетка теней. То есть у вас должны быть там ожидания, что здесь будет высокое качество, что здесь будут там нереальные какие-то цвета, что они будут друг с другом хорошо сочетаться, что с ними будет легко работать, и вот все это палетка делает, и если у вас ожидания вот на то, что это просто будет очень хорошего качества палетка теней, но она не будет там волшебной, да, В общем, она не будет вам решать проблемы, она просто будет палеткой теней, и если вы готовы платить за палетку теней 10 тысяч, то да, конечно, берите, потому что сейчас пойдут все положительные моменты, которые я в ней нашла. Первый положительный момент это то, что здесь нереальное качество. Вот, например, в третий Subversive у меня матовые, они немного суховатые, и они даже сходчиваются не очень хорошо, и какие-то металлики вообще очень тяжело набирать на кисти, и приходится их либо пальцем, либо мокрой кистью наносить. А вот пятый Мазершип уже качество, мне кажется, стало чуть-чуть лучше, потому что матовые такие более шелковистые, и металлики более кремовые. И вот самое последнее, да, у Мазершип, потому что, мне кажется, она тоже на месте не стоит, она улучшает свою формулу теней. Здесь просто невероятные матовые, они отлично растушевываются, металлики просто, просто крем какой-то, легко наносится хоть чем. И единственный у меня был момент, я не могла растушевать персиковый, потому что я не думала, что он настолько пигментированный и темный, я просто, ну, как нанесла, у меня там было куча пигментов, вот, которые я потом довольно тяжело было растушевывать. Но вообще он нормально растушевывается, просто не надо прям с этими двумя матовыми, не нужно прям много их наносить, наносить по чуть-чуть, потому что они прям очень пигментированные. Вот в Divine Rose 2 все оттенки можно наносить любым способом, можно наносить пальцем, кистью, влажной кистью, вообще хоть как. В общем, я вставлю макияж, который я нанесла просто пальцами, потому что я помыла все кисти, у меня ни одной чистой сухой не было, я решила, ну, что я хочу все равно накраситься в этот день, и накрасила с пальцем, короче, и внизу еще ватной палочкой нанесла какой-то из металликов, я вставлю этот макияж сюда тоже. Я помыла все кисти, но мне очень хотелось накраситься все равно, поэтому накрасилась пальцем. И внизу еще ватной палочкой, этим триохромом, сделала себе нижнее веко. Вот плюс хороших теней, то что, блин, можно даже пальцем накраситься, все равно будет выглядеть офигенно. Вот, а с металликами, я говорю, не знаю, это единственная формула кремовых теней, которые у меня не скатываются на глазах, я не знаю, какого рода это магия, потому что вот Динона у меня скатывается на глазах, мне приходится их носить на липкий праймер, а вот Pat McGrath я тени ношу просто на обычный консилер, и у меня никогда ничего не скатывается, я не знаю, как так получается, что за черное колдунство у Pat, но реально они не скатываются, они очень стойкие. Вот эти Astral Shades, ты когда их наносишь, они осыпаются, но потом, когда у меня на глазах они уже сидят, они перестают осыпаться, вот, но в нанесении очень сильно сыпется вот этот оттенок. Все остальные оттенки вообще здесь не сыпятся, и здесь еще есть какие-то скрытые плюсики, типа там, например, когда влажной кистью набираешь, да, и какие-то металлики, да, образуется вот эта твердая корка, hard pen, вот, в оттенках, а тени Pat, они сформулированы так, что если наносишь влажной кистью, потом не получится hard pen, они как-то странно так растворяются, как будто под действием влаги, то есть они подходят для нанесения влажной кистью, и опять же здесь плюс то, что можно там оттенок на один на другой наслоить, ну давайте вот еще какие-нибудь наслоим, или ганзу нанесем, я просто, мне интересно, из-за того, что у Pat наслоение оттенков не получается грязи, получается какой-то третий оттенок, это очень интересно сидеть там экспериментировать, да, и вот я там смешала, да, вот это прокурно-лаванда, и получилось бронза, ну, смотрите, вообще просто волшебство, да, обычно какая-то грязилка получается непонятная, тут вот, ну, смешиваю два оттенка, и получается что-то другое, давайте смешаем вот этот розово-коричневый и фукси, мне просто интересно уже стало, потому что я говорю, здесь можно смешивать все оттенки, и получается что-то другое, да, было бы еще круто, если бы я была попадать по тому же месту, вот, в общем, я промахнулась мимо свотча, но, опять же, получается не грязюка, а вот что-то вот такое мареново-коричневое, ну, не знаю, это реально очень интересно, я вот часто ловлю себя на том, что я там, когда делаю перерывы от работы, я начинаю там брать, делать свотч, на славой там один и другой оттенок, искать какие-то сочетания, и вот меня эта палетка всегда вдохновляет на какое-то, так сказать, творчество, делаю такие интересные мейки, и в этом тоже огромный плюс, в общем, конкретно мне вот эти оттенки очень хорошо подошли, я не знаю, как такая темная довольно-таки гамма, очень яркая, смотрится на таких девушках славянского типажа, вот, еще, возможно, вам эта гамма может не подойти, это не такая там супер универсальная, как Bronze Seduction, вот здесь вот реально такая гамма, которая вот всем подходит, даже, там, девушкам славянского типажа, я видела, на них палетка тоже шикарно смотрится, а Divine Rose Seduction, она как бы не такая, то есть она тоже кому-то может не подойти, а, подождите, я хотела сделать свотчи еще с Наташей Диноной, с этой новой палеткой, давайте я за свотчу, давайте возьмем эту бронзу и желтое золото, сделаем свотчи, давайте возьмем эту фуксию, делаем свотч вот здесь, и эта фуксия, мне сразу к тому пришла Amrezy, но я могу сразу сказать, что Amrezy, она посветлеет чуть-чуть, фуксия, то есть получается здесь этот Hot Pink, он такой более сдержанный, как может быть сдержанный Hot Pink, и здесь прямо вот такой вот барби розовый, мне не очень нравится, честно говоря, на мне очень дешево смотрится, и вот эта фуксия мне нравится больше гораздо. Так, и у Динона давайте возьмем True Copper, возьмем True Bronze, возьмем Polaroid, и рядом с Polaroid заскочим вот этот оттенок, мне кажется, они довольно-таки похожи, я чуть поднаслоила этот оттенок, ну реально, мне кажется, прям довольно-таки такое большое сходство, не знаю, как это на камеру выглядит, тут, конечно, все в розовое немножко уходит, а вот здесь оттенок более коричневый, но все равно что-то похожее есть, и когда их сводчишь, у Диноны все такое очень-очень кремовое, а у Pet все оттенки, все какие-то более твердые, особенно Special Shades, они прям вообще супер плотно спрессованные, и поэтому, наверное, они мне не так скатываются на глазах, как Динона. Ну, как видите, вот эти два оттенка, которые типа Special Shades, не такие уж они и Special получаются, ну и давайте, наверное, еще заслочим Худу просто, чтобы, почему бы и нет. Так, вот первый оттенок из Худы, и второй оттенок из Худы. В общем, вот эти два Special Shades, не такие уж, я говорю, они и Special, и у Худы есть что-то подобное. И вот теперь давайте подытожим, а потом я буду делать макияж. Мне кажется, эта палетка подойдет тем, кто не боится делать яркие макияжи, кто не боится экспериментировать, кто не боится смешивать цвета, потому что купить палетку за 10 тысяч, и потом там играться с наслаиванием, делать у себя там райскую птицу на максималках, мне кажется, вот тогда можно оправдать эти 10 тысяч. Но если вы купите эту палетку, будете краситься три раза в год, я не знаю, насколько нужно быть тенем-маньяком, чтобы себе такую покупку оправдать. Я не жалею вообще ни разу, не жалею ни одном потраченном долларе за эту палетку, я ее буду краситься часто, буду играться с оттенками, делать какие-то интересные макияжи. В плане качества вообще никаких нет нареканий, мне кажется, у PET палетки все лучше и лучше становятся, хотя куда уж там лучше, вот, но вот в этой палетке есть прям верх совершенства, мне кажется, в плане качества, и даже DINON, мне кажется, не дотягивает по качеству, ну вот я, судя по бронз, могу такое сказать, потому что здесь ничего не сыпется, не скатывается, DINON у меня скатывается, PET вообще носится просто отлично, тени не бледнеют со временем, наносится просто, я не знаю, никакие другие палетки других брендов, которые просто легко нанести один цвет пальцем, вот так на все веко, и это смотрится как будто законченный макияж. И опять же из плюсов я хочу сказать, что здесь цвета просто очень круто сочетаются друг с другом, DINON на самом деле тоже очень все круто сочетается, но PET, она прям такой более экспериментатор, мне кажется, и мне нравится, что она вроде как бы нацелена на люксовый, да, сегмент рынка, она прям на самый топ, но при этом она делает какие-то неординарные цвета, потому что, ну, думаешь о люксе, и думаешь о каких-то более таких приглушенных, более благородных цветах, а вот прям такой буйство красок, ну, в общем, я даже не знаю, кто целевая аудитория этой палетки, потому что, судя по цене, это вот какие-то очень люди с достатком, мне кажется, люди с достатком, они обычно на серьезных работах работают, и смогут ли они так краситься каждый день, просто будет очень жалко, если ее будут покупать, чтобы носить три раза в год, мне просто просто прям, мне просто жалко становятся эти палеточки, потому что они достойны для того, чтобы их носили каждый день, ну, в общем, если у вас какой-то строгий дресс-код, мне кажется, лучше это посмотреть на Divine Rose 1, хотя вот даже Ленский Бьюти, она, у нее есть Divine Rose 1, и она говорит про нее, что она не очень носибельная, я прям, ну, думаю, вообще, как бы тогда это вообще просто для клоунов, что ли, но если вас привлекала эта цветовая гамма, если вы знаете, как ее применять, если вам плевать на то, что окружающие могут на вас просто смотреть с таким ярким макияжем, то, конечно, берите, если у вас просто были вопросы по качеству, то качество здесь вообще на высоте, просто, наверное, лучшее качество из всех палеток, что я имею, оформление просто нереальное, единственное, у меня есть какой-то, вот именно в этой палетке здесь очень тугая пружина, и у меня верхняя крышка постоянно закрывается чуть-чуть, я прям, не знаю, на других матерских у меня такого нет, там просто вот открыла, и она вот так стоит, а здесь она прям начинает чуть-чуть прикрываться, но уже, мне кажется, я эту пружинку чуть-чуть расслабила, поэтому она не так сильно закрывается, раньше, чем вот так вот была в таком положении, ну, не знаю, вот, в плане оформления, опять же, это лучшее оформление из палеток, которых я встречала, здесь все невероятно красиво, даже если это не limited edition, смотрится просто роскошно, даже в черном оформлении, так, если вы хотите купить палетку опять наград, и у вас есть какие-то сомнения по цветовым гаммам, да, то купите лучше пятую, потому что она самая универсальная, и она самая хитовая у Пэт, ее вот реально, я ни разу не видела плохого обзора на эту палетку, хотя, по-моему, у Алены Ратна не очень хороший обзор на эту палетку, но это прям исключение, обычно людям она очень нравится, здесь прям хитовые цвета, здесь special shades прям реально прям очень special, здесь есть коричневые, да, какие-то более бежевые, то здесь, в принципе, можно какие-то нюдовый макияж сделать ей, либо посмотрите на Divine Rose Phantom, тоже такие более сдержанные цвета, если вам кажется, что здесь цвета чуть однобокие, да, то есть здесь везде есть какая-то примесь розового, то, может быть, имеет смысл обратить внимание на Subversive, здесь прям очень разнообразная цветовая палитра, и тут можно делать очень разные макияжи, здесь есть черный, поверх которого можно наслаивать special shades, то есть в плане разнообразия Subversive, мне кажется, круче всех. Ну и дальше я сделаю макияж, и напоследок скажу, что это не самая моя любимая Pet Magrat, самая любимая у меня Subversive, но это чисто потому, что мне здесь цветовая гамма больше нравится, мне кажется, в плане качества, да, это самая лучшая порядка у Pet, то, что есть у меня, и, но все равно мне сначала нравится Subversive, потом Divine Rose 2, и они наравне, наверное, у меня с Nocturnal Nirvana с этой маленькой четверкой, а потом у меня идет, наверное, Bronze Seduction, хотя Bronze Seduction, мне кажется, одна из самых удачных в плане хитовости, прям вот она нравится всем почти. И вот, на этом мой обзор завершен, я от этой палетки в восторге, я очень хотела найти какие-то негативные моменты, чтобы ее не рекомендовать, я боюсь такие дорогие вещи рекомендовать, потому что вот вы купите, а потом будете меня в этом винить, но, блин, она реально очень классная, мне кажется, она стоит своих денег, но это чисто мое мнение, и она стоит своих денег только тогда, когда вы все-таки, ну, сможете эту цветовую гамму использовать, чтобы там три раза в год накраситься палеткой за 10 тысяч, опять еще раз скажу, что это бред. Дальше будет макияж, и все, кто хотел попричаться со мной, можете сделать это сейчас. Спасибо, что посмотрели, пока. Так, мне кажется, я в первой части видео наговорила кучу всего, давайте это сделаем быстрый макияж, так, у меня первый макияж был самый безумный, давайте сейчас используем самые спокойные цвета, я хочу растушевочный взять вот этот персиковый, прям очень легко его нанести, сделать форму элеганзой, и во внутренний уголок глаза вот этим белым оттенком высыпать. За немением светлых матовых растушевочных берем этот легкий сатин, и будем этим географическим сатином растушевывать. теперь набираем элеганзу, такой плоско-пушистой кистью, и будем делать ею форму. Боже, как я люблю этот оттенок, посмотрите, как он переливается. Просто растушевалось в секунды, так, сейчас наберем этого первого мудрого сатина на внутренний уголок. Мне кажется, этот сатин на фоне невероятной элеганты теряется, давайте я мокрой кистью нанесу. Я решила его в самый центр нанести пальцем, чтобы добавить такой блик. Что-то мне все время хочется как-то чего-нибудь темненького добавить, так что давайте это бордовый донесем на внешний уголок. И этот же бордовый я нанесу на нижнее веко. Теперь растушевываем элегантой. И все это дело потушую самым светлым сатином. Ну и вот, пожалуйста, макияж двухминутка готов. Сейчас сделаю второй глаз, накрашиваю ресницы и вернусь к вам. Ну вот как этот макияж смотрится вблизи, эти губы просто отвлекают все внимание на себя. Классная помада, мне нравится, но, конечно, не в этот лук она подходит. Ну вот такой вот нюдовый макияж, я не знаю, что еще сказать. Напишите мне в комментариях, какого вам лука больше понравился первый или вот этот. Ну и вот самый навесибельный макияж, который я смогла выжать из этой палетки. Если вам кажется, что это все равно немножко чересчур, то я не знаю, даже подойдет вам такая палетка или нет. Я буду продолжать использовать эту палетку всяких Get Ready With Me, каких-нибудь болталках. Буду обязательно делать ей макияж, и она мне очень нравится. Но, опять же, это для вас решать. Сможете вы эти цвета применять в своем поседневном макияже. Ну и, собственно, на этом у меня все. Не знаю, что еще сказать. Если у вас есть какие-то идеи по свотчам, макияжам, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Я обязательно на них отвечаю. Спасибо, что засмотрели до конца. Пока.